Всем привет, с вами Криптомета, меня зовут Игорь. Сейчас расскажу вам о том, что произошло с нашим Криптомета Дау за последнюю неделю. Начнем с важной новости по поводу Ютуба. У нас не остается сомнений в том, что Ютуб будет заблокирован, я думаю, что до конца марта, потому что он нарушает свободу слова, блокирует все неугодные западные точки зрения мнения, запрещает целые каналы, блогеров, и это недопустимо. Это нарушение просто основ свободы слова. Мы с этим не согласны. Мы, конечно, хлопать дверями не будем, возможно, Ютуб изменит свою политику и разбанит каналы, или еще что-то произойдет на высоком уровне, но если его запретят, мы этому только обрадуемся, потому что у нас есть отличная социальная сеть ВКонтакте, которая незаслуженно была забыта из-за того, что все самые передовые развитые люди у нас повыходили во всякие там твиттеры и клабхаузы, где этот клабхауз и где этот твиттер. ВКонтакте позволяет сочетать в себе все преимущества Твиттера, Ютуба, Телеграма, вообще любых социальных сетей. Поэтому мы обязательно в скором времени запустим там полноценный блог, вместо Ютуба будем выходить ВКонтакте, проводить ВКонтакте стримы, а пока что у нас есть промежуточный этап, мы, конечно, Телеграм забывать не будем, потому что Телеграм наравне с ВКонтактом остается, в общем-то, двумя братьями, которые каждый пошел по своему пути и каждый добился успеха. Теперь что у нас с DAO. Самое важное, что сейчас имеет смысл рассказать. Мы внутри DAO собрали уже 22 тысячи долларов на пресейл Эйвы. Осталось еще 3 тысячи долларов локации, в которую можете попасть и вы, если успеете. Поэтому добро пожаловать, подписывайтесь на закрытое сообщество, и у вас появится возможность инвестировать в пресейлы вместе с нами. Кроме Эйвы, на следующей неделе или через неделю мы запустим пресейл XDAO. У нас уже есть все договоренности, у нас есть уже сумма локации. XDAO также очень интересный проект, и у нас там очень интересный раунд. Кроме того, у нас, я уверен практически, будет пресейл в проекте YourJustice, который уже на самом деле подготовил MVP. Я даже его видел частично, по крайней мере UX, User Experience этого продукта, и он на высоте. Вернемся к пресейлу Эйвы. Цена за токен для нашего сообщества будет 6,5 центов. Цена на IDO будет 20 центов. При этом надо понимать, что мы при распределении удержим 20% комиссии, то есть одну пятую часть оставим себе. Но что важно здесь понимать, мы эти 20% берем не на входе, а на выходе. И это позволяет нам уверенно говорить о том, что мы не скамим людей. В августе, в сентябре, в ноябре прошлого года множество телеграм-каналов собирали пресейлы в разного рода дурацкие игры в виде презентации игр. И они набирали огромные деньги, 20% они удерживали при входе. Почему? Потому что они знали, что эти игры никогда не появятся на рынке, они никогда не принесут доходности, и все это чушь собачья. Мы идем другим путем. Мы становимся частью проекта, в который мы вкладываемся. Мы становимся частью его комьюнити. Возможно, даже такой самый прогрессивный, развитый, ударный и экспериментальный, куда люди, ну, куда SEO-проектов могут приходить и какие-то идеи предлагать, о чем-то спрашивать. У нас там подбирается очень живая экосистема на самом деле. Значит, что по поводу Ava еще? 10% будет разлочено через 6 месяцев после выхода токена на рынок. Вопрос, когда Ava появится на рынке? По косвенным признакам, опять-таки, я не разглашаю какие-то секретные вещи, потому что я о них не спрашивал. Но у меня есть косвенные признаки, я могу сказать, что токен Ava выйдет в самом начале мая или в самом конце апреля. Если вы по какой-то причине еще не знаете о том, что такое Ava, посмотрите наше интервью с Борисом Поварем или у нас прямо на сайте, откройте ссылку подробнее о проекте Ava, и вы увидите white paper, очень подробный. Здесь вам будет на что посмотреть. Самое важное для нас, и почему мы, условно говоря, свою репутацию тоже ведь на это ставим. Ведь мы, когда отбираем проект, мы очень сильно рискуем, а вдруг что-то произойдет не так, и нас все назовут скамерами. Мы этого опасаемся, мы этого не хотим. Но мы напрямую общаемся с командой, и мы видим, что они очень сильно стараются. И у них уже есть минимальный продукт, который многие из вас тестировали. И самое важное, самое главное, что вот в том интервью с Борисом я понял, во-первых, даже я понял, как будет работать Ava, хотя я не технарь и я не SEO-проекта, да, Ava, да, и это сложный проект. А сам, ну, и что мне понравилось, что если мне Борис объяснил, как это работает, значит, они к этому уже практически пришли. То есть это произойдет. Команда у них не распадается, не распадется. Денег они подняли в самом начале почти 5 миллионов долларов. Поэтому то, что мы сейчас заходим, это нам, ну, нам надо сказать большое спасибо Богдану, ой, и Борису, прошу прощения, Богдан — это их главный по, главный шеф по разработке, а Борис — это их главный SEO. Ему надо сказать большое спасибо за это. 25 тысяч долларов — это небольшая локация, но сейчас, когда нам осталось ждать всего там 6-7 месяцев до разлока первых 10%, это очень-очень хорошее предложение. Поэтому, если вы все еще хотите зайти, у нас там сейчас 3-4 тысячи осталось долларов о локации, может быть, кто-то указал свою стоимость финальную, но не сможет внести деньги и так далее. Я думаю, что 3-4-5 мест у нас сейчас есть. Поспешите, зайдите к нам на сайт просто и вступите в DAO. Все, дальше все перед вами откроются, все возможности инвестирования с нами в AVO. Ну и давайте анонсирую, немножко забегая вперед, хотя об этом у нас будет отдельный ролик. У нас дальше после AVO будем инвестировать в пресейл xDAO. Там вообще будет идеальное просто условие. Мы заходим в раунд, у которого у единственного 10% разлок в момент token generation event. Больше ни у кого, ни у команды, ни у private, ни у seed round, ни у advisor, ни у кого вообще нет разлоков. Мы будем единственные вот наши 10% и 25% токенов IDO. Там каждый месяц, в течение 4 месяцев будет разлок происходить. То есть здесь будет возможность очень сильно заработать. При том, что xDAO с каждым днем наращивает свой total value locked. У них там уже больше 350 миллионов долларов TVL в xDAO протоколе. Это огромные цифры. И бывают такие расчеты, которые говорят, что вот если в протоколе залочены средства, то 20-30% стоимости идет в монету, на которой залочены эти средства. Это как бы объективно рынок так регулирует. Если это так, если это произойдет, то вот эти 10% станут бешеными иксами просто. И огромное спасибо Андрею Воронкову, который для нас эту аллокацию выбил. Этой аллокации больше ни одно сообщество не получило. Потому что эти аллокации давались только венчурным фондам. Причем серьезным, настоящим и азиатским, и американским, и разным. На прошлой неделе у нас в сообществе выступил на АМО-конференции Андрей Панферов, SEO проекта Your Justice. Это проект токенизированной юрисдикции, проект, который позволит привнести институт репутации сначала на блокчейн, а потом вот уже на эту систему, в принципе, вывести и другие сферы из нашей жизни. Там основной смысл в том, что репутация того или иного человека той или иной компании остается навсегда сформированной, и при принятии решения люди смогут на нее ссылаться и смотреть, человек выполнял свои обязательства или нет. Если у него очень много претензий обоснованных, с ним лучше не работать. Ну и так далее. А если рейтинг высокий, то все хорошо, можно с ним иметь дело. Вчера Андрей Панферов пришел к нам на нашу мета-среду. Мы запустили каждую среду в 8 часов по Москве, в 20.00 по Москве, каждую среду запустили подкаст, в котором я общаюсь по наболевшим темам с подписчиками, с людьми. К нам приходят эксперты, партнеры, друзья, криптометы. Мы общаемся и рассуждаем на животрепещущие темы. Вот вчера Андрей Панферов пришел, высказал свое отношение, свою мысль по поводу того, что сделала ланчпад Blockpad, который заблокировал средства всех граждан РФ, которые по KYC из России. И вот все их деньги, а там у нас даже в сообществе оказался человек, который положил 10 тысяч долларов в Blockpad, а теперь все, они как бы заморожены. И, скорее всего, они навсегда изъяты, то есть украдены. И Андрей Панферов рассказал, как его платформа сможет уже даже через месяц, два, три дать возможность таким вот обиженным вкладчикам создать такой прецедент, что Blockpad и люди, которые связаны с Blockpad вообще больше не смогут пользоваться доверием вкладчиков. Ну, как минимум из Российской Федерации. Как максимум, я думаю, множество людей, увидя такую политику и такое отношение, что люди позволяют себе отбирать чужие деньги по каким-то поводам, которые не касаются напрямую. И просто так обвинять людей там в чем-то, в том, что они живут в какой-то стране, или что они какой-то национальности, или какого-то цвета кожи, или какой-то религиозной принадлежности. И, значит, у них надо отобрать деньги. Если такой прецедент существует, с этими людьми лучше не связываться, это мое мнение. И вот через пару месяцев мы сможем сделать это на Eurojustice. Я очень хочу в этом процессе участвовать, прилагать усилия. И, кстати, во время даже АМО-конференции у нас в сообществе выяснилось, что у нас есть заинтересованные юристы, которые предложили поучаствовать в баунти-программе для Eurojustice и написать законы. И вообще, чем Eurojustice хорош, тем, что... И почему его так любят юристы? Тем, что здесь юрист не просто следует каким-то законам, он сам может создать правовую систему. И, короче, это очень интересно. И у нас запущена баунти-программа для юристов. Я думаю, что, возможно, мы об этом еще скажем, если там будут условия, которые будут настолько привлекательными, чтобы к нам просто так юристы еще пришли в сообщество, которые смотрят этот ролик. Но что точно для меня самое важное здесь, самое интересное, что проект находится... Проект проходит... Любой проект подобного плана проходит стадии фандрайзинга. И Андрей Панферов показал нам там линейку и шкалу этого фандрайзинга. Мы сейчас можем зайти по самой минимальной цене туда. И я очень сильно постараюсь хотя бы небольшие деньги собрать, потому что ясное дело, что этот токен выйдет не в этом году. Они рассчитывают, что он выйдет в конце 2023 года. Но это такая мощная система, в которой, являясь полноценными участниками вот СИДА раунда, можно на самом деле в дальнейшем получать различные бонусы, как говорится, плюшки, баунти и так далее. Поэтому мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с Your Justice. Заходите к нам на канал в Телеграм. Там у нас вот вчера как раз это мета-среда. Там Андрей Панферов выступает. Посмотрите, мне кажется, вас может заинтересовать. Что еще за эту неделю произошло? Мы внутри сообщества вместе с Андреем Воронковым запустили формат сотрудничества, ресерч. Смысл в том, что Андрей Воронков объясняет потребности рынка, которые сейчас складываются в данный момент, и дает направление, где искать, кто мог бы эти потребности удовлетворить. Для чего? Если такие стартапы есть и такие компании, туда можно вложиться и заработать достаточно быстро. Если таких компаний нету, то Андрей Воронков предложил сделать свой собственный стартап. И у нас сейчас подбирается очень интересная среда, в которой люди общаются и вырабатывают какие-то инструменты и алгоритмы взаимодействия. Мы очень надеемся, что скоро, в течение нескольких месяцев, мы нащупаем такую тему, в которой мы могли бы действительно создать продукт, а вокруг этого продукта уже будет живое, здоровое сообщество. Так вот, сейчас в центре внимания Андрея Воронкова и нашего ресерч-центра находятся алгоритмические стейблкоины. Раз. Zero knowledge, roll-up и блокчейны, анонимные блокчейны, где непонятно от кого кому пришли деньги. Два. И на пересечении стейблкоины построены, алгоритмические стейблкоины, построены на анонимном блокчейне. Это три, это самое важное. Тот, кто найдет алгоритмический стейблкоин на анонимном блокчейне или шире, что такое алгоритмический стейбл, это синтетический актив. Тот, кто его найдет, тот может стать миллионером и ксануть просто бешено и люто. Как, собственно говоря, мы, к сожалению, вот к сожалению именно мы, вот я, например, я не зашел в Deus Finance, который Андрей Воронков нашел и открыл. Андрей Воронков сделал 60% без каких-либо фьючерсов и плечей. Я побоялся заходить, потому что токен, в тот момент, когда Андрей поставил нам задачу, токен стоил примерно 50 долларов. В тот момент, когда мы начали эту задачу решать, и, наконец, она попалась, и мы увидели уже 400 долларов он стоил, я подумал, все, наверное, токен вырос, а Андрей так не подумал. Зашел, заработал еще 60%, вышел за один день. Вот, ну, мы еще пока не успели просто сориентироваться, насколько это все рабочая схема, просто делать то, что говорит Андрей Воронков. Но сейчас, после такого колоссального успеха, у нас за сегодняшнее утро ресерч утроился просто. Вот этот чат, он утроился. Было там 11 человек, сейчас там больше 30. Еще одна важная, интересная тема. Мы разбираемся в фарминге на Uniswap V3. Это концентрированная ликвидность. Там можно создавать пары Ethereum к доллару, Ethereum к биткоину, Ethereum к полигону Matic, ну, и там Stable к Stable, и концентрировать ликвидность на диапазоне их цен. И мы сейчас экспериментируем пока что в небольшом плюсе за очень короткое время, но плюс стабильный. Вот что важно. Это не на удачу мы действуем. Мы действуем очень уверенно. И, условно говоря, у меня там были пары, когда я за один или два дня с тысячи долларов делал, получается, 15-20 долларов, вот представьте, за два дня. Вот, и, ну, это все хорошо закончилось. Вот, мы проводим созвоны по этому вопросу. Сегодня, в четверг, я думаю, мы еще один такой созвон проведем. У нас в центре внимания, а как фармить на других сетях? Есть же еще Ethereum, кроме полигона, Arbitrum, Optimistic внутри Uniswap V3. Вот это все мы потихонечку осваиваем. И, как я уже говорил, нам эту мысль вообще подсказал Егор Гаврилов, и ему мы опять можем сказать большое спасибо. Кроме того, член нашей команды провел отличный урок по ланчпаду Vaggle, объяснил, почему Vaggle в случае бычьего рынка может увеличить стоимость своего токена в 100-200 раз. И это не шутка. А это все почему? Потому что он полностью повторяет Solanium, даже в чем-то превосходит его. Solanium когда-то стоил 200 миллионов долларов на пике. Vaggle сейчас стоит 700 тысяч, понимаете, да? Что более 200 иксов. Если рынок пойдет вверх, и опять начнется вот этот вот ажиотаж и хаотичная покупка всего, что продается, то Vaggle может очень сильно вырасти. Ну, Vaggle, там на самом деле очень интересная тема. Это, я уже говорил в одном видео, это перепродажа вестинга в виде NFT-токена, в виде права на получение этого вестинга. Пожалуй, что Vaggle – это единственная площадка, которая дает такую возможность. Так что присмотритесь к ней. Но вообще по поводу ланчпадов, надо сказать, что очень с большой осторожностью стоит подходить. возможно, что эра ланчпадов прошла, как, знаете, каждые там полгода, как что-то хайпует и больше не растет, потому что это оказывается уже неактуальным. Поэтому лучше искать актуальное и не идти по рецептам успехов из прошлого, потому что они больше не работают. Чтобы заработать в будущем, нужно искать новые рецепты, которые сработают в будущем. На этом это видео заканчивается. У нас все. Мы благодарим вас за внимание. Подписывайтесь на наш Телеграм. Подписывайтесь на наш Телеграм. Возможно, что завтра уже или на неделе YouTube просто заблокируют, и мы с вами никогда друг друга не увидим больше. Нам будет печально, потому что нам очень дороги наши подписчики. Мы только контентом добивались. Мы не покупали рекламу, не спамили. вы реальные живые люди, и нам очень ценно, что вы с нами. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм. И до встречи там. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...